Оу, похоже, падает прямо на арматуру. Такие травмы по-настоящему ужасны. В большинстве случаев вам не следует вытаскивать застрявшие в вас предметы. Думаю, даже в подобной ситуации нужно оставаться человеком. Это важно, так что добей его быстро. Или откуси ему ухо. Ты все прекрасно знаешь сама, Лара. Хорошо играла, Лора. Хорошо играла. Привет, я Кинга Филлипс, журналист, антрополог и та, кто не склеила ласты в дикой природе. Сегодня мы посмотрим на Томбрайдер 2013 года. В детстве всегда мечтала быть Ларой Кромфт, поэтому я в предвкушении. Я всегда хотела быть Ларой. Правда, думала, что она носит более практичную одежду. Начинаем сразу в гуще событий. Очевидно, что ее схватили, связали и повесили вверх ногами. В такой ситуации я никогда не оказывалась и, надеюсь, не окажусь. Итак, мы знаем, что она на острове. Наверняка чуть ранее затонула ее лодка. Она добралась до суши. И, видимо, тут есть люди, которые не слишком-то доброжелательно настроены по отношению к ней. Получается сложная ситуация, в которой мы не только пытаемся выжить и найти наших друзей, но и боремся с агрессивными людьми. Оу, похоже, падает прямо на арматуру. Так и есть. Это плохо. Такие травмы по-настоящему ужасны. В большинстве случаев вам не следует вытаскивать застрявшие в вас предметы. Особенно в области живота, поскольку это вызовет внутреннее кровотечение, и вы умрете. Суровая реальность такова, что вы не сможете ходить с такой штукой в животе. Особенно по такому рельефу. Это просто вау. Самонадеянно и жестко. Ее только что проткнуло в живот, а она забирается по самолету. Хочу заметить, что в стандартной ситуации выживания вы не будете заниматься чем-то подобным. То есть, понятно, что за ней гонятся какие-то люди, которые хотят ее убить. Но в любом случае, это не время, чтобы показывать свою крутизну вот так. После всех этих падений, ваш телефон, скорее всего, будет сломан, а значит, нечего постить в инсту. Соответственно, никто вам все равно не поверит, а значит, не выпендривайтесь. Она ранена, из раны течет кровь. Вероятно, есть и другие травмы. Лара промокла, замерзла, и у нее единственная спичка. Все надежды на костер могут рухнуть в мгновение ока, поэтому стоит найти побольше сухой растопки и убедиться, что костру хватит кислорода для горения, чтобы повысить свои шансы на розжиг. Отлично, Лара. Ты молодец. Огонь – это хорошо. Одна из трех первоочередных вещей в выживании. Убежище, огонь, вода. Все это также помогает с психологической точки зрения. Кстати, о ней. Тут подвешен труп. Но Лара все же решает достать с него вещи. Молодец. Ветка выглядит максимально ненадежно. Я вижу водопад позади нее. У нас есть проточная вода. Для питья воду всегда нужно кипятить. Но если нет возможности сделать это, проточная вода всегда будет лучше застоявшейся. Она могла бы использовать косточки из своего лифчика для ловушки для мелких зверьков. Я точно знаю, что это возможно. Или можно подстрелить их с помощью лука и стрел. Лук и стрелы великолепны, если вы можете пользоваться ими. Завалила оленя. Теперь у нее есть мясо на многие дни. Бедняга. Думаю, даже в подобной ситуации нужно оставаться человеком. Это важно, так что добей его быстро. Такое большое животное, да и вообще любое, проще всего добить, перерезав ему шею. Когда он умрет, достаньте внутренности. Сердце тоже съедобно, как и печень. А вот от кишков точно стоит избавиться. Кроме мяса вам может многое пригодиться. От костей и шкуры до зубов и рогов. Просто убила оленя и бросила его. Видимо, она подумала, не люблю оленину. Попробую поймать что-нибудь еще. Вроде где-то был веганский бургер. Оу-оу, медвежий капкан. Он бы сломал ей ногу и пришлось вспоминать свои медицинские навыки, чтобы подлечить себя. Что-то приближается к нам сквозь траву. Плохой денек для выживания. Очень плохой. Это волк. Знаете, мне все же придется написать письма всем разработчикам игры о выживании насчет нападений волков на людей. Такого почти не случается. Но если вдруг да, Лара может о себе позаботиться. Итак, Лара убила всех этих волков. У нее теперь куча мяса. И волчьих шкур. Можно сделать себе теплую одежду. У нее реально трудный денек. С тех пор, как затонула лодка, она висела вверх тормашками, проткнула живот, отбилась от волков. Один из ее друзей жив. Это замечательно. День сразу стал лучше. Даже три друга. Потрясающе. Друзья бывают полезны, когда надо достать ногу из капкана. А у этого есть мачете. Полезнейшая вещь. Если бы мне надо было взять с собой только одну вещь для выживания, это был бы нож или мачете. Теперь ее привязали к дереву? День снова стал хреновым. А ведь с появлением друзей все начало налаживаться. Окей, у нас есть плохие парни, наши друзья и волки. Ничто так не ухудшает ситуацию выживания, как люди, пытающиеся вас убить. Ладно, у нее хотя бы есть костер. Выбравшись из этой передряги, она сможет согреться, высушить одежду, приготовить еду и накипятить воды. Всегда ищите плюсы. И смотрите, ее руки связаны веревкой, которую потом можно будет много где использовать. Возьми ее с собой. У тебя все равно сейчас нет выбора. Куча растений, деревьев. Хорошая местность. Надеюсь, она понимает это. А вот готовое убежище для нас. На камнях растет мох. В экстренных случаях его можно есть. Как и траву, и иголки деревьев, и внутреннюю часть коры сосен. Худшее это люди, пытающиеся убить ее. Потому что в остальном это отличное место. Но все это не имеет значения, когда по тебе стреляют и весь лес в огне. С другой стороны, трудно придумать сигнал о помощи заметнее, чем горящий лес. Так что, во всем есть плюсы, Лара. Посмотрим, как она сбежит от него. О, настроен он недружелюбно. Думаю, самое время для удара в пах. Или откуси ему ухо. Ты все прекрасно знаешь сама, Лара. Подбери веревку, она понадобится. Или пушку, да. Конечно, лучше пушку. Попало ему в живот. Это бы тут же вывело чувака из строя. И после этого нужно забрать его пальто, поскольку оно поможет тебе согреться. Похоже, оно из кожи. На крайняк такое можно съесть. Супер. Забери его пальто, обыщи карманы. Возможно, у него есть нож. Смотрите, у Лары есть сережки, которые можно использовать в качестве крючка для рыбалки. Конечно, ей плохо. Еще недавно она пробила себе бок. Возможно, занесла инфекцию. А возможно, ей просто стоит выдохнуть хоть на секунду. Хотя бы смыть с себя всю эту кровь. Лук из стрелы. Отлично. Оу, это что, гиена? Нет, еще один волк. И похоже, он людоед. В отличие от большинства волков, мы для них как бутер с огурцом. Но не для этого зверя. Вокруг же куча только что умерших людей. И вот она снова подвергает себя необязательному риску. Не делайте так во время выживания. Но забраться повыше – это всегда хорошая мысль. Позволит осмотреться. Может, вы увидите дорогу, может, своих друзей, или сможете подать оттуда сигнал бедствия. Вид с высоты птичьего полета – это всегда хорошо. Забавно, что ее расцарапанная рука перемотана, а бок с самой большой раной нет. Вокруг кружат птицы. Там действительно красиво. А еще валит снег, и мы плавно переходим к вопросу гипотермии. Гипотермия или переохлаждение будет серьезной проблемой в подобной среде. Особенно учитывая то, что оно может наступить в считанные минуты. На ней только мокрая, тонкая одежда. У нее кровопотеря, возможно, посттравматический шок. Все это не идет Ларе на пользу. Я предлагала ей забрать с того парня пальто, но она себе на уме. Куда ты лезешь, Лара? Когда вы забираетесь куда-то, всегда помните, что залезть вверх гораздо проще, чем спуститься вниз. Многие люди застревают на высоте, потому что они забрались туда, откуда не могут спуститься. Но вот наша красавица. На вершине мира. Без пальто. Продрогшая насквозь. Во время выживания всегда старайтесь выглядеть красиво. Ладно, я пошутила. Аварийный сигнал – это здорово. Зови на помощь. Давай же, Лара, ты уже сделала это. Повторюсь, выжив в авиакатастрофе или пережив крушение лодки, нужно оставаться на месте. Найдите, чем подать сигнал, соорудите убежище, разожгите костер, найдите воду, и, вероятно, вскоре вас найдут. Но если вы на мифическом острове, это меняет дело. Медикаменты уж точно. Тебя же проткнуло. О, самолет. Вот, они найдут тебя. В смысле, что-нибудь придумаю? На вершине твоей вышки есть лампа. У нее есть кремень и сталь. И что же ты сделаешь, Лара? Она смастерила факел. Ну, конечно. Немножко искр, и все горит. Памятуя о том, что мы все еще выживаем, огонь поможет тебе согреться без того пальто. И где же сигнальный огонь, Лара? Отлично. Взрыв – это прекрасный сигнал о помощи. О, да. Мы видим самолет, и... О, нет. Теперь он падает прямо на тебя. Это хреново. Если горящий самолет с пропеллерами летит на вас, это к беде. Такая примета. Выжить в крушении самолета и выжить после того, как самолет упал на тебя, это довольно разные ситуации. Но даже из подобного можно извлечь пользу. В конце концов, теперь у тебя будет куча самолетного хлама. Мыслим позитивно. Она вообще ела? Что стало с тем оленем? На ее месте я бы съела оленину прямо сейчас. Ни от чего я не проголодаюсь сильнее, чем от упавшего на меня самолета. Итак, Лара пережила и это. А там кто-то спустился на парашюте. Отлично, это ведь друг. Плюс парашютная ткань очень полезна, как и ее стропы. Сможешь ли ты добраться до нового друга по зданию, летящему в пропасть? Конечно. В этот момент я бы беспокоилась о сломанных коленях, но для Лары это все мелочи. Я восхищаюсь ее выносливостью. Расходовать много энергии во время выживания это ненормально, но ей можно. Она держится за живот. Видимо, вспомнила, что там открытая рана. Блин, меня же проткнуло в 9 утра, а сейчас уже 4. Что-то я забегалась. Она всех убила. Окей, это была Том Брайдер. Призабавная игра. Хочу сказать, что если вы не Лара Крофт, то после всего этого вы бы умерли, потому что она очень выносливая, очень сильна и с крутой дырой в боку. Но игра великолепна. Было интересно. Если хотите больше подобных видео, подписывайтесь на наш канал и группу ВКонтакте. Лора. Лаура. Лора? Лара? Л-А-Р-А. Лора. Окей. Хорошо, Лора. Позитивные мысли, Лора. Что будет теперь, Лора? Лара Крофт.